Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы слушаем МС Хованского. Трек называется Скуф. Мне тут Максим объяснил, кто такой Скуф. Я просто еще хочу сказать, что Хованский очень символично тем, что это было первое видео на канале. Да. У нас первое видео, когда мы начали свой канал, был Хованский. И я смотрела его, и была немножко в шоке, и уговаривала себя в душе, что, в принципе, ничего страшного нет, что, ну, подумаешь, вот такие вы песенки поете, что имеете право. Но я все время себя уговаривала. Ну, и после этого наш канал начал развиваться, после того, как я выстояла после Хованского. И я, кстати, говорила, что у него есть будущее, если он что-то изменит в себе. Ну, вот, видите, недолго он продержался. Ну, хотя, видите, иногда вылезает. Ну, хоть Хованский пока что еще не иностранный агент. Ну, так он это... Удивительно. Нет, а что он что-то говорит? Он завуалированно все красиво говорит. Он умеет. Давай еще на Хованского тут валить. Нет, он умеет грамотно преподносить информацию. Хованский просто очень хорошо обжегся. Ну да, было дело. А те, кто обжигаются и поумнее, те не ходят и не орут даже то, что если им что-то не нравится. Сидят и молчат тряпочку. Это эмси Хованский скуф. Люди часто спрашивают меня, не соскучился ли я по рэпу. Да. Так вот, я не соскучился. Я соскуфился. А что это у нас Хованский такой толстенький стал? Женился. Женился? Женился недавно. Вот и потолстел еще больше. Да, вот так всегда. Женщина толстеет после того, как замуж выходит. И мужики, оказывается. Да, лысина не настоящая. Не настоящая? Не настоящая. Во мне, пиво на мне. Ты облысел, прыгнул на тренд. Хова твой дед, скуф, 23 лет. Все поняли, что с куфом быть удобно и пиздатта. Как только в сеть попали фотографии моей хаты. Парень твоя телочка зовет меня папочка. Лезет под футболочку, а потом под маечку. Сука висит на мне будто кредит. Лохи говорят, что ипотека вредит. Раньше мы играли в танчики, сейчас запускают танки. Похуй, проценты банка умеет. Висит ютуб, друзья мои. Называй меня скуф, я скуф. Из банок пивных себе строю дом. Я скуф, я скуф. Всегда в своем блогове, как дракон. Надеюсь, все не так у него в домике. Со мной коллагривый дути фараон. Я скуф, я скуф. Как ты? Всегда в своем блогове, как дракон. Хова стал скуфом, еще когда был маленьким. Были фишки в падике, стали фишки в хайзике. Тут игра без верификации телефона. Я как осел из Шрека, ведь я выберу дракона. За вечер поднял, сколько в жизни не видел ты. Мне подходят только безлимитные выплаты. Щедрый дракон скуфу дал все, что нужно. Простая регистрация, как свадьба с сальтушкой. В ходе бардак, раскидал по полу пачки. Слоты, как стволы, максимальная отдача. В зеркале парень все больше и богаче. Он неотразимый, красавчик. Это я. Это за дядя, почему ты так крут? Почему твоя макушка сияет, как салют? Как ты лежа на диване, все равно делаешь мул. А вот его жена. А? Это его жена. Жена? Его искусственное дыхание делала. Понятно, я просмотрел. Я слушаю песенку. Скуф, я Скуф. Музак. Из банок пивных себе строю дом. Я Скуф, я Скуф. Танки. Всегда в своем логове, как дракон. Скуф, я Скуф. Со мной колокливый дути фараон. Я Скуф, я Скуф. Как ты. Всегда в своем логове, как дракон. Это его жена? Да. Любит жена его. Видишь, погасила и поцеловала его макушечку. Ну, друзья мои, я, конечно, понимаю, что мы можем сказать про Холландского. Он шутил. А то тут некоторые всегда говорят, что я там шуток не понимаю. Вот. Он шутил. И надеюсь, что то, что вот там вот это, вот это все, бутылки и мусор в комнате, это все ради шутки. Вот. Ну, минус, как бы, вот что особенного? Ничего особенного в песнике нет. Хотя вот текст понятен. Все разъяснено. Все понятно. Все складненько. Вот. И, кстати, музыкальненько. Вот. И то, что вот он был, ну, его вообще, вот если бы я не знал, что это Хованский, я бы его не узнала. По голосу узнала бы, а по лицу нет. Это ж надо, это ж надо так поправиться. Вот. Поэтому, друзья мои, вот я хочу сказать, вот такой вот он у нас скол. Ну, давайте оценим. Ну, давно мы его не слушали. Кстати, самая лучшая песенка Хованского была, когда он с этим... С Маликом. С Маликом, да. Мы, кстати, тогда так это... Хипанули. Хипанули сильно, да. У нас тогда была, значит, вот мы, ну, чуть-чуть, потреплюсь. Вот, знаете, вот всегда в наших реакциях было такое соревновательное дело в свое время. А тогда была, как она называлась, мама? Шарит. Мама шарит. Она, кстати, такая была продвинутая, все, вот. А мы такие, вот как сейчас. Мы так и не шарим до сих пор. Вот, ну, я теперь уже знаю всех, но не шарит. А она там по делу говорила. И у нее было очень много подписчиков. Она быстро... То есть мы одновременно начали, но она быстро росла. Вот проблема моих подписчиков, что мы медленно растем. Вот. Она быстро росла. И вот где-то, то есть, допустим, пускай у нас там 10 тысяч подписчиков было, а у нее уже 100. Хотя начали мы одновременно. Вот. И как раз был вот этот вот, значит, с Маликовым. Мама... Что-то мама поймет или мама знает. Что-то я уже не помню, как это называлось. Спроси у своего. А, спроси у своего. Вот. И, короче, и вот мы с ней соревновались. Причем просмотры шли, мы стрельнули вот в это. У нас там тысячи просмотров было. И мы соревновались с ней у кого лучше. Вот. Но, как бы, хочу заметить, а потом была мама Туся, с которой мы тоже соревновались. Она тоже, но она очень сильно любила хвалить вас и говорить, как круто, как круто, даже если там круто не было. И все смотрели и говорили, вот настоящий, не то что я. Вот. Мы с ней тоже соревновались. А сейчас даже посоревноваться не с кем. Даже Баба Вера пропала. Даже Баба Вера пропала. Баба Вера. Так тебе. Но мы с ней, кстати, никогда не соревновались, с Бабой Верой. Мы ее все равно немножко... Ну, сравнивали частенько в комментариях. Да, меня почему-то путали с ней. Хотя вот мы как бы сильно не похожи. Вот. Теперь мы ни с кем не соревнуемся, а так дружим помаленьку. Ну, вот соревновательный дух пропал. Ну, и вот почему я это вспомнила? Потому что им сихованский, это было как раз вот то самое первое наше. Причем мы тоже резко поперли, да. Я даже как бы была удивлена, что мы были такие популярные. И нас все смотрели. Сейчас мы так еле телепаемся. А тогда, да, действительно нас смотрело там по сто тысяч и больше. Ну, ладно. Ну, давайте. Значит, что мы скажем? Вот. Ну, во-первых, более-менее прилично, скажем так. Было складненько. Поэтому за текст даже, ну, даже вот то, что, ну, шутил, было понятно. 8 баллов за текст. Скуф, тема раскрыта. А «Изюм», ну, не знаю. Мне кажется, все равно Хованский остался тем, кем он был. А по музыке. Кстати, музыка мне вообще зашла. 9 баллов было очень такая ритмичная. Значит, что было? Клип. Клип тоже раскрывал тему. Не просто там на машине попрыгал и побегал где-нибудь. Клип раскрывал тему. То есть, ну, пускай, 8 баллов за клип. И атмосферно было. 9 баллов за атмосферу. Итого у нас получилось 35 баллов. Мы делим на 4. И получается 8 и 8 баллов получает им все Хованские за свой скуф. Если бы мы ставили баллы раньше, он бы, наверное... Ну, вот если только вот про маму. А так Хованскому было далеко до таких больших скуфов, как сейчас. Всем пока.